приветствую вас дорогие рукодельницы вязальщицы друзья дорогие девчули мальчули вы как всегда на канале в гостях у елены и сегодня снова в обзоре запасы моей пряжи девочки и мальчики делюсь еще одной частью это третье но я не знаю наверное все таки еще будет четвертая в 4 я вам покажу кавказскую еще пряжу и как зонт и как я буду моталку и зонт одним словом вот так ну что ж начнем вот такая вот у меня пряжица есть это пряжица из троицы калифорния 50 процентов мериносовой шерсти 50 процентов акрил вот такая пряжа 45 метров 150 грамм вот такой номерочек вот секте онный калифорния такая пряжа пока я из нее еще ничего не вязала это пряжа была в матках в таких вот сейчас покажу в таких вот вот в таких же только не так ну это другая пряжа тоже она из троицка вот в таких басм очках этих я ее смотала в клубки вообще я хотела связать обвязать какую-нибудь корзину вкладыш связать либо связать коврик для буси для той еще бусинки но пока у меня вот в таком варианте ничего еще я не связала так что все еще впереди не все еще потеряно свяжем так дальше дальше я начну вот с такой пряжи эту пряжу мне подарила моя дочка вот здесь бумажечки не бумажечек нету потому что эмилия пострадал постаралась это сделать вытащить и так сказать порвать и вот на одном клубочке их вообще было пять штук один клубочек я не знаю что она начала вязать она сказала и передумала подарила мне их это ализе ангора gold земли пряжица очень хорошая и вы знаете вот этот вот вот эта вот добавочка она лично меня не колет но это все-таки зависит от человека это тоже очень важно моточек 100 грамм и 500 метров и я бы не сказала что это тонкая пряжа нормальная может просто я люблю из тонкой вязать и мне это не кажется сильно тонко вот и так значит здесь здесь 75 процентов акрил 10 махер и 10 процентов шерсть 5 процентов металлик вот вот все здесь можете почитать вот значит кому если нужно номерочек видите здесь можно вязать шали я хочу из нее связать именно вязать шали но она для меня темновато у меня в последнее время с моим зрением сложно вязать темные вещи очень хорошо вязать днем и еще и летом из темных вещей и темных темной пряжи вот ну так как здесь она не летняя но тем не менее может быть и буду вязать потому что если вязать зимой из нее это нужно сильный свет постоянно жечь свет лампы у меня есть лампа языке а вы знаете на ножке и она очень хорошо светит да но тем не менее все равно глаза устают а вот на улице сейчас ее прекрасно на террасе повязать это вообще шикарно значит вот такая у меня пряжа ангора gold земли никогда из нее не вязала честно скажу признаюсь вот буду только пробовать дальше идем с вами вот это пряжа еще там есть у меня внизу всю не буду показывать это ализе секирим baby батик я именно жилеточку связала внучки я уже ее отдала поэтому вот отвезла уже так 100 грамм здесь 320 метров и вот так такие значит здесь сейчас подождите вот так сделаем такой состав 100 процентов акрил все знают про эту пряжу не буду долго говорить вот и так где тут номер вот номерочек если кому то интересно пряжа это мне очень понравилось нисколько не тянется я вязала жилеточку я они все показывал ее не раз показывала вот в последних видео о своих законченных работах как раз я показала и я должна была уехать подарить внучки вот именно я показала в этом упаковке 5 моточков было вот она красотка это вита бриллиант это пряжа наверно вы все знаете какая я чего я вижу платье свое классическое вот такой вот номерочек вот все что нужно я вам показываем 45 процентов шерсть last r55 акрил и моточек 100 грамм 380 метров это пряжица то тоже тоненькая ну я вижу в одну ниточку и вы видели это платится потом еще буду показывать вам свои работы еще одно видео сниму все что еще есть я же все из квартиры привезла все свои вот эти моточки и недовязы и так далее и все покажу все клубочки вот два моточка осталось было их 5 и платится уже вот-вот будет готово дальше вот эту красоту я вам уже показывала и помните в прошлом видео я подумала где у меня еще один моток не знаю почему там очутился один моток другого цвета а этот в отдельности видимо я вытащила и хотела что-то начать и подумать чтобы связать но я уже рассказывал и показывала в прошлом видео целая упаковка но вот такой вот покажу цвет может быть кто-то то видео не смотрел это от мадам трикот кашмира gold моточек 100 грамм и здесь 320 метров 55 процентов шерсть и 45 кашемир у девочки темного очень очень темно с моими глазами так сейчас отсвечивает еще с улицы вот смотрите все весь состав сами и какие спицы нужно видите на двоечке можно гладить вот так что буду вязать буду обязательно вам показывать и снова же сейчас вам покажу именно мое изделие которое вяжу я уже успела повязать то же самое кашмира gold только другой цвет ну-ка сейчас мы вот видите здесь состав тоже 320 метров 55 новая шерсть 5 процентов кашмир и 40 акрил девочки честно скажу он 40 акрил 5 процентов кашмир и 55 шерсть все я знаете что сейчас стою здесь и ступоре вот эта пряжа очень тянется а это нет вы понимаете а вот эта пряжа струится прям вообще струится она сама по себе когда вяжешь она вот тянучая девочки буду начинать из этой свежу кусочек и тоже посмотрю такая же как или нет вот по качеству по тому как она тянется так это уберу я сейчас говорю об этой было 5 ма . вот у меня два и третий вот он уже заканчивается и я вяжу кардиган я сниму вам хочу снять видео вот об этом кардиганчики и заодно сразу в эфире показать как я вяжу такой узор у меня есть павлины и хвосты это узор моего детства я еще в детстве научилась у меня есть на канале мастер-класс но я еще покажу еще покажу девочки это кардиган не буду концентрироваться на нем просто я показываю вы уже спинку вижу видите разделила уже конкретнее буду снимать вам обязательно вот может быть следующее видео вот просто вечерком сяду и пообщаемся с вами я в это самое повяжу и покажу вам такой вот мастер-класс вот этого узора вот такая пряжица дальше значит что еще здесь хочу показать вот эту пряжу и он тебя было что я пальто внучки вяжу эмилии вот она это пряжа я вам ее показала это от yarnart ангороды люкс я уже вам рассказывал о ней вот такой состав и этот цвет вот такой а этот цвет у меня уже нет бумажечек я не могу вам показать но я думаю что они у меня фотоальбом я там складываю потом обязательно найду и покажу вот из трех мотков три нити я вижу вижу своей внучки пальто пальто очень красивая и я сняла первую часть мастер-класса она у меня потерялась но это тут несложно вам объяснить до сколько я петель набрала и как вяжется самое главное вот там вот дальше я вам буду показывать пальтишко получается очень красивая по низу вот так вот она получается и платочная вязка у меня идет вот везде то есть у меня резиночка здесь планочка не один на один или два на два лицевыми а идет у меня как и вот эти вставочки платочка расскажу девочки отдельно обязательно то что я сейчас буду усердно вязать пусть на улице не зима но я буду заканчивать ничего страшного очень даже хорошо днем можно повязать пойти что-то потоньше вечером можно повязать и еще покажу вам вот такой еще цвет вот он тоже если попадется этикеточка я покажу это та же самая пряжа и здесь я начала вязать своему внучку жилеточку а вот но поняла что арсюша еще маленький для таких вещей вот и сейчас с осени и всю зиму когда наступит осень всю зиму он как раз будет носить и он вырастет до этой же леточки я вам покажу как я ее вязала я буду ее вязать это у меня спинка вот такой вот узорчик простенький хороший узорчик такой для обжим очки очень хорош а здесь он у меня будет на пуговичках вот здесь просто будет обвязка простой жилетик как я вам уже говорила я их навязалась вдоволь когда научилась вязать вот здесь вот небольшие такие подрезы обязательно покажу вот три цвета вот этой пряжи у меня было и есть так едем с вами дальше дальше я покажу пряжу который подарила мне надюша из германии моя подружка надечка привет моя дорогая надюша для меня как подруга как сестра мы с ней общаемся постоянно на телефоне постоянно созваниваемся вот мы очень сильно подружились несмотря на то что у нас возраст разный но мы друг друга полюбили и общаемся это атлана гросса мерина плюс спасибо огромное я еще ничего не вязала жду только чтобы внучата пока маленькие арсений вот можно связать даже пальтишко эмилии или кофточку и красивую очень все что угодно я не тороплюсь вязать у них есть одежда и все сразу они не будут носить так как они растут девочки вот такой вот номерочек вот такие примечания так и здесь 50 грамм вот 160 метров вот такая пряжа и не толстая не тоненькая в одну нить хорошо вязать несмотря что если что-то потеплее то можно в 2 и здесь у меня раз два три 4 5 6 мотков вот именно в таких вот сумочках эти сумочки тоже нам не прислала вот надюша твоя пряжа у меня есть надеюсь повязать обязательно и показываю вам вот эту еще там один есть не буду полностью это вот такая пряжица спасибо огромное тоже для очень хорошо вязать шали из этой пряжи вот так сейчас я так 200 смотрите как интересно кончик то красота прелесть это тоже от гроза лана гроза значит 200 грамм 750 метров девочки 70 акрил и 30 мерина вот и вот все примечания номер спис девчулечки крючочек гладить стирать все есть мои хорошие все все есть так и пожалуйте вам еще тут и номерок вот пряжи замечательные очень красивые тона очень красивые и она в две ниточки вот посмотрите в 2 нет подождите не в две ниточки тонкие из несколько нитей состоит сейчас скажу вам из 4 нет 4 ниточек состоит это пряжа скрутка и нет и не такая тугая и не слабая хотя если посмотреть вот она вот видите 4 ниточки и местами я даже вижу может быть не знаю может быть как-то странно вот здесь вот смотрите сла свободненько а здесь вот идет потуже в общем вот так показываю как есть вот такая пряжа и обязательно ее испытаю хотя вот здесь я же говорю что скрутка не очень тугая да сразу показываю вам пряжа очень красивая буду обязательно вязать придет время и для этой пряжи вот такая красота спасибо моя дорогая подружка и коль пошло про вот эти моточки я буду показывать все моточки свои вот такие вот бобинки так это ализе суперлана макси гол батик вот очень толстая пряжа и она видимо для жилеток для я все представляю шаль связать из такой пряжи да тут я не знаю это как будто на себе мешок оденешь очень толстая пряжа я конечно я ее с когда помните я рассказывал когда заказывала выписывала я говорил что почему-то мне казалось не знаю почему я так поняла хотя и смотрела и метраж и все что она тоньше гораздо тоньше здесь 75 акрил и 25 шерсть и вот 8 10 спицы все здесь описывается так сейчас я 250 метров ой моточек 250 грамм и ровно 250 метров вот так и где а вот он хотела вам цвет показать и вот он пожалуйста колор вам красивая пряжа я вам рассказывал что я ее пробовала и вдоль и поперек и с разными и на спицах пробовала и на крючке вот это вот крючок у меня видите я пробовала крючок хотела связать половичок начала вязать до метр как бы я насчитала но мне не понравилось я свяжу с бабушкиным наверно квадратом вот подойдет с большим крючком такой толстый толстый или можно связать коврик с крючком до чтобы был ажурный узор чтобы он потоньше смотрелся либо на летнюю мой на летнюю на зимой на стуле что-то хотя у меня нет таких стульев не знаю посмотрим пока еще у меня ничего в голове нету девочки на счет этой пряжи вот она у меня стоит и стоит так еще такая красота у меня есть вот она дорогие друзья и вот я вот этими крючками вот я вязала и вот таким крючком 12 номер да а этот что-то где тут а это восьмерка сейчас секундочку 12 и восьмерочка у девочки шестер так нет нет восьмерка все-таки восьмерка это вот пробовала вот никак не подается и вот тоже на этих тоже самое девочки так секундочку кто от кого я чего так это спицы а здесь видите я пробовала крючком да вот такой вот узор набирала пробовала крючком вот я пробовала 12 номером здесь а вот этим я пробовала вот на той пряжи это супер лана макси это вот такую на вот такой так туда и воткнем пока и так в принципе вот вот эта вещь мне нравится вот связать это будет хорошо значит здесь что у нас это подиум пряж для ручного вязания 120 метров 250 грамм состав 50 процентов шерсть 48 акрил 2 процента лайкра и вот пожалуйста подиум бордо 047 бордо бордо так значит это пряжа у нас изготовитель контекс московская область город подольск мадеин россия и вот пожалуйста значит спицы 45-15 крючок 10-15 вот даже можно гладить сейчас подниму вам поближе сама почитала вот и вам показываю пряжа на самом деле реально толстунная посмотрите какая как шнурок толстый скрутка у нее идеальная здесь значит идет 3 час секундочку раз-два-четыре из четырех нитей из четырех нитей вот так это значит крючок я пробовала здесь из этой бобинки я попробовала на спицах попробовала спицами связать на корзину начала обвязать свою белую корзину да очень красиво мне хотелось обвязать и вот у меня здесь спицы девочки 15 вот они какие толстые это я не помню по 8 сантиметров они вот но получается конечно красиво вот ровно как вот здесь вот петельки посмотрим посмотрим что у меня получится я думаю все таки что короче я перехотела уже от этого значит обязывать потому что белая корзина она мне бела-сера она не больше по интернет интерьеру подходит а вот из этой пряжи можно что-то связать да такое дачное пока вот у меня все это стоит потому что мне не нужно было никуда цвет там был цвет черный еще какой-то невзрачный вот я взяла бордо был бы серый с белым я бы с удовольствием купила вот просто я не хотела покупать но потом да пусть будет бордо что-нибудь придумаю потому что никогда не работал с этой пряжи она мне очень заинтересовала вот и состав хороший акрил шерсть и лайкра то есть как бы нормальный состав но я же говорю искала именно сера серую или не очень светло-белую такую не сильно отбеленную что-то вот в этом цвете шампань но ничего не было там было был ограничен цвет вот этой пряжи так едем с вами дальше дальше у меня пошла чипа вот я из нее много вязала так значит это у нас идет по германской технологии от color city вот такой вот номерочек пряжа и не то не тонкая и не толстая отличная в одну нить вяжу зеленый пуловер артему значит здесь 100 грамм моток и 330 метров подношу поближе чтобы вы смогли все рассмотреть видите можно даже отпаривать и состав у нас идет 45 процентов процента авто of заговаривались много уже наснимала 45 процентов австралийская шерсть и 55 акрил очень мягкая нежная пряжа так у меня две упаковки ой извиняюсь в упаковке 5 штук и вот этого цвета две упаковки так цвет я вам не показала ой или показала да показала так две упаковочки такой пряжи у меня едем с вами дальше так она у меня попадается в разных ящиках значит вот такой еще цвет есть красивый цвет голубой просто да это не тот цвет передает вы видите сами я какой-то прям ой какой-то сиреневой нет это чисто голубой цвет девочки вот вот он поближе это с улицы идет значит то же самое только значит покажу вам номерочек 830 ой color 300 300 то же самое ой вот такая пряжица так едем с вами дальше вот сюда попалась пряжа от ольги и вот она вот так вот девочки пришла без всякой номеров очки не номер не цвета ничего не состав ничего но я так поняла что это 50 на 50 то есть это полушерсть я ее купила для того чтобы вязать носки или же обжим очку это такой вот серый цвет это пряжа от ольги кавказскую пряжу когда выписывала выписывал ее не метраж ничего я не могу вам сказать можно зайти к ней на сайт все это узнать там ну как-то у меня не нашла и для этого времени 5 мотков вот пряжа чуть-чуть колется чуть-чуть но она для этого и как бы нужна чтобы создавало тепло так идем с вами дальше а дальше у меня вот такая пряжа эта пряжа прислала мне надюша из германии это самое да надечка привет тебе огромный это лилиана я связала себе такую кофту и остались два мотка 107 вот номерочек так что тут еще мы почитаем вот такая пряжа это пряжа из германии вот это кофту я эту кофту я связала для специально для дачи я ее ношу в холодную пору вот она у меня здесь девочки такая поношенная но прекрасно прекрасно мне с ней ходить очень теплая вот покусывает обычная обычная кофта не буду ее сейчас сильно вам тут раз развертывать показывать вот v-образный вырез на пуговичках и вот такие вот у меня здесь для пуговиц обычная простая кофта для дачи вечером вот так вот накинуть очень теплая шерстяная классная кофточка и два моточка осталось вот все ничего о ней больше не могу сказать вам дальше вот этот моточек у меня был это по-моему от ланоса не по-моему а есть это ланоса один моток я начала не помню даже что начала вязать и распустила и смотала это был у меня один моточек он мне очень понравилось марсала по-моему вино марсала назывался он и он последний был в магазине мне его так было жалко он по скидке был я его купила и он растрепанный был я смотала его но пока из него ничего такого не вижу так сейчас вам покажу вот такую пряжу давайте я сейчас покажу вам сразу чипа все цвета вот они у меня здесь вот они вот они у меня здесь все вот из чипа и махер от комтекс помните он показывала бордовый в прошлых сериях красный синий вот у меня были коричневый и бордой и синий и вот именно вот с этой пряжицы чипа я смешала махер и связала джемпер и человек который носит носит очень довольный я думаю что вы узнаете эту пряжу вот в этом плейлисте можете посмотреть этот это пожалуй свитер теплый такой очень красивый так что посмотрите его сначала он немножечко когда я же рассказывал вам когда вязала именно та пряжа линиала то есть махер немножечко потом постирала и все прекрасно и человек носит для зимы именно вязаный теплый этот свитер очень хороший и цвет вот он девочки не буду долго рассказывать вам зеленый вот который я артем вяжу пуловер значит это напоминаю австралийская шиль 45 процентов 55 акрил от color city и здесь номерочек вот такой вот такой вот тоже я вам показывала вязала тунику посмотрите тоже здесь есть в этом в этом плейлисте потому что рукодельный плейлист у меня один просто включайте в гостях у елена рукоделия и по правой стороне все хотя я обязательно оставлю этот плейлист ссылочку на плейлист вот такой вот номерочек из него я взяла тунику вот посмотрите о ней вот пожалуйста еще три цвета там четвертый по моему я пять цветов даже пять цветов покупала где-нибудь если еще попадется я вам обязательно покажу так вот такая красота лоноса я тоже вязала пуловер шикарный он у меня тоже есть здесь по-моему даже одновременно да я с вот этой туникой одновременно у меня есть видео я показываю и вот хороший пуловер из лоноса лоноса вот остался прекрасная банита мне очень нравится это пряжа и от нее балдею у меня такая еще есть бордового цвета я вязала внучечки платья девочки уже в прошлой серии я вам показывала так вот что здесь мы видим 100 грамм 300 метров вот пряжица вот характеристика и у нас здесь 49 процентов мерина и 51 акрил да тут плоховато видно потому что видите бордовая тут на черном плоховато видно и вот пожалуйста вам color 918 пряжа очень хорошая и не толстая и не тонкая прекрасная пряжа это вот у меня остаток прям ну прилично здесь половина даже больше половины осталось вот такая пряжа да вот эта пряжа вот эта пряжа я вязала из нее платье и я ее ношу сейчас я вам покажу это пехорка детский каприз сейчас я вам покажу это платье и так девочки как камера показывает это платье это цвет таков он и есть такой малиновый красивый цвет сейчас сначала про пряжу я вам скажу так 50 грамм 225 метров 50 процентов шерсть мериносовая и 50 процентов фибра вот сейчас найду вам так секундочку так 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 сейчас вот пожалуйста все покажу я все ищу номерочек но номерочек наверное был на упаковке девочки нету на общей упаковке пехорка любит на общей упаковке сто процентов был номер на общей упаковке номер цвета хотела сказать вам осталось у меня у меня были две упаковочки вот у меня осталось три и немножечко пряжица тоненькая не толстая но и в общем одним словом и не совсем тонкая и не толстая вот такая пряжица вот и сейчас покажу вам платье ну так сколько поместится девочки это платье есть в обзоре я ее вам показывала вот смотрите я носила платье внизу вот такая у меня здесь такой вот валанчик носила ее очень много и многие говорили что она значит скатывается скатки было совсем совсем чуть-чуть девочки вот я носила ее уже две зимы вот это платье носила две зимы девочки платье замечательное оно настолько мне нравится вот он вот он сюда можно поясочек иногда я одевала иногда и без поясочка вот так связано платье вот и внизу точно так же и на рукавчиках точно так же девочки это платье у меня есть обзор и я даже на себе показываю это платье посмотрите в этом же плейлисте вот такой вот узор одна лицевая одна изнаночная я буквально на пальто детском моей внучки покажу этот узор а здесь просто гладь тоненько я вязала на спицы два с половиной смотрите платье очень красивое просто красиво я от нее балдею мне эта пряжа понравит понравилась Танюша кельмяшкина привет тебе огромный я увидела что ты из такой пряжи вяжешь и я себе тоже купила и связала очень довольна вот такая вот регланная линия у меня здесь здесь я больше ну добавляла смотрите ой опа секундочку вот даже видно у меня вот до сих пор через каждый ряд дальше здесь у меня видно через дворе в общем через ряд здесь добавляла здесь через два ряда вот такой вот видите не резкий вот а тут уже внизу через четыре я добавляла ряда и вот здесь вот у меня подрезы тоже они конечно же у меня есть вот они подрезы вот ровно вот столько в общем об этом платье тоже есть девочки у меня видео вот такие дела так эту пряжи я убираю так идем с вами дальше а дальше у меня вот это пряжа и обязательно сразу же показываю так где-то у меня здесь кардиганчик скоро он будет заканчиваться вот вот чуть-чуть осталось я не могу целиком его показать вы его видели осталось у меня вот один моток и с этого ну половина полтора мотка но я уже вот этот заканчиваю моток и уже заканчивается у меня и кардиган вот две спицы я здесь ну его показывать здесь нет возможности девочки это это нужно отдельно показать но кто меня смотрел тот знает и здесь вот в этом плейлисте кто не смотрел тоже может посмотреть он очень большой и нужно отдельно показывать в общем я просто показываю к тому что вот что я вижу из вот этой пряжи девочки вот так вот одним а какая пряжа сейчас вам скажу я из такой пряжи вязала еще и шаль и тоже есть у меня это шаль вот в этом плейлисте yarnart crazy color очень мне понравилась эта пряжа вот такой здесь номерочек вязать одно удовольствие и здесь значит 25 процентов шерсть и 75 акрил моточек 100 грамм 260 метров хороший состав и не колется вот вот понравился вот здесь написано вот здесь написано что утюг вообще не применять а я вам рассказывала на шаль когда я вязала шаль я просто рядышком держала и отпаривала то есть вот стойлечко вот при подним состоянии утюг то есть над изделием я про и он и шаль она такая стала воздушная нежная распарилась но утюг не прикладывала вот горизонтально сушить в общем одним словом еще про этот кардиган будет идти речь и обязательно еще я вам буду дорогие показывать значит идем дальше вот эта пряжа сейчас скажу сразу про серый цвет 100 грамм в этой пряжи 400 метров и вот все можно и отпаривать я просто обожаю эту пряжу просто обожаю это у нас идет муза по германской технологии от color city и здесь у нас идет 70 процентов тонкорунная шерсть и 30 лен вот такой номерочек девочки я эту пряжу обожаю вот из такого цвета я вязала кардиган серый он у меня здесь есть посмотрите во всей красоте в плейлисте этом кардиган просто супер получился для учительницы я вязала она очень довольна пряжа идеально я просто ее обожаю и у меня есть еще желтая сейчас покажу изделие которые я вязала из него у меня получается показываем обзор всей моей пряжи и изделие которые еще при мне которые у меня остались в готовом виде вязаном виде так сразу показываю вам color не знаю какой из них это наверное сюда относится это вот 24 наверное есть color такой же состав цвет вам номер показала цвета такой же состав цвет просто обалденный вот у меня значит было пять мотков и вот что осталось вот если считать я вязала вот сейчас покажу вам тунику вот что осталось из трех мотков ну скажем так чуть меньше половины это целый моток я вытащила одну нитку отсюда одну сверху то есть в две нитки хотела начать вязать красивый вот такой вот узор вот ажурный узор я думаю что я все таки его обязательно буду вязать остались у меня хотела начать себе связать такую еще не в одну нитку а поздно и осенью или рано весной одевать вот эту пуловер этот и обязательно выйдет у меня это все и все таки я думаю что в одну нитку буду вязать ну вот как то надо разделить вот эта вот часть намотанная она только в две нити потому что я здесь пробовала разные узоры да и вот этот ажур лучше будет смотреться на однотонной ниточке не на две нити обязательно сделаю себе коротенькую такую вот пуловер коротенький или кофточку с коротким рукавом уже переменила желание так дальше хочу показать вот что я вязала вы все видели эту красоту эту тунику вот она дорогие друзья вот обожаю ее вот тут меньше спинка спинка вернее длиннее а впереди короче вот такой красивый обычный дизайн моей кофточки я просто ее обожаю на мне она красотка есть у меня конечно здесь и подрезы вот и также мне понравилось прибавки делать здесь вот у меня прибавки получается в каждом втором ряду и если бы я сделала прибавки сначала в каждом втором потом в каждом в каждом втором в каждом в общем прибавка через ряд через два ряда и через три то тоже получается красиво вот такой вот пышный побольше рукав девочки как-нибудь я обязательно это все дело на себе покажу вот как сзади и вот как спереди девочки вот видите вот так выглядит кофточка я хотела вот это все убрать и сделать вот так вот просто ровно потом передумала может быть еще уберу я еще не заклеила здесь кончик вот но это сделать расплюнуть он там у меня хорошо задела клеем вот так и раз подклеиваю и все здесь хорошо ничего не видно вот такой вот красивый такое платьице туника потому что оно длинненькое это платье или туника как хотите так и называйте здесь обычная резинка вот здесь связан росток безусловно вы его видите вот он вот он вот здесь вот здесь вот у меня небольшая такая вот помарочка но она отпарится и все будет нормально я не стала все распускать все отлично это для меня как бы не особо там это все и видно не стало просто было жалко распустить хотя я такими вещами не занимаюсь если что мне не нравится тут же отпускаю но здесь это незначительно поэтому вот такая красота вот такой красивый вариант туники обычный простой и смотрите как красиво смотрится не всегда вот эти араны эти ажуры смотрятся выигрышно посмотрите как просто рукавчик но как красиво я довольна это я не себя хвалю я говорю что я довольна своей работой как и все вязальщицы бывает довольны и недовольны вот все девочки из этой пряжи я вам тоже показала и ее показала да кстати сейчас покажу вам вот еще из ланоса ланос здесь есть который я вам сейчас показывала зеленый вот это все ее тоже знаете я уже много-много раз показывала сейчас покажу номерочек так color 937 здесь просто это целые моточки просто нету этикетки а здесь половина нет не половина где-то 75 процентов остаток вот сколько у меня еще осталось сарафанчик вязала эмилии вот так дальше дальше мои девочки припевочки дальше у меня вот такая пряжа от ланоса есть она вся растрепанная здесь вот 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 отвалилась этикеточка это мне дала дочка она вязала что-то и дала дочка связать марку какой-нибудь пулувер и еще у меня есть для пулувера еще есть добавочка сюда как-нибудь попадется сейчас наверное моточек этот в общем синий и коричневый шоколадный но он темный я не люблю этими вязать у меня я вижу зеленый из чипа Артему и очень долго я его вяжу потому что мне не позволяет зрение уже значит 100 грамм 220 метров 35 мерина 40 акрил и 25 альпака вот альпака кто как говорит вот такая красотень от ланосы дальше 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 вот этот махер остался у меня если помните я вязала вот из этого кардиган и именно на именно ой-ой-ой где-то пряжа нет ни чипа другая сейчас попадется я смешивала в прошлом видео я показывала наверное но девочки не буду на этом заострять внимание вот тоже у меня есть в видео этот кардиганчик он уже я его уже отдала это у нас кид мохер 50 грамм 500 метров вот вот такой вот цвет и этот еще покажу из этого ничего не вязала их целых пять остался туда у меня ушло три мотка этот цвет значит 143 вот кид мохер от ализе вот все все показала и эту пряжу дорогие девочки идем дальше так а что дальше дальше у нас идет вот такая пряжица и идет такая пряжица без этикетки где-то она обязательно есть я из этой пряжи вязала это тоже от контекс вот эта пряжа я вязала себе снуд и еще вязала на заказ рукава для жилетки меховой тоже есть у меня на канале такая у меня желтая была я связала внучки своей желтый плед вот здесь он тоже есть в этом плейлисте во всей красе красивый ажурный плед от контекс значит здесь у нас состав шерсть меринос 35 процентов акрил девочки отсвечивает да ну вот вы может быть увидите вот девочки состав ой 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 65 акрил и 35 меринос так цвет 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 был на упаковке я извиняюсь на большой на общей упаковке пряжа очень хорошая мне понравилось для деток это самое то для наших лапулечек это самое то так убираю эту пряжу потому что она вместе шла а девочки вот он вот он синий вот это что касается вот я показала вам от ланоса альпака файн вот синий еще есть вот так скомпоновать хотелось и связать это может быть еще и случится вот дальше 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 идем конечно много пряжи я не знаю как получится в этой наверно много еще еще будут серии потому что это долго происходит так вот эта красота показывает свет я вязала мастер-класс у меня есть кофточки здесь тоже на канале именно из этой пряжи и тут я тоже пробовала по-разному вязать мои дорогие девчонки тоже у меня видите с этикетками проблема поработали здесь кое-кто это бэби пряжа для ручного вязания бэби принт от вита и здесь значит 100 процентов акрил и в 100 грамм вот моточек 100 грамм 400 метров вот такой вот цвет вот германия вот видите здесь пишется так все крючок значит два спицы 2 и 5-3 знаю что у ирины маркеловой тоже есть такая пряжа ирочка дорогая моя привет тебе ну а по моему у тебя другой цвет мне очень нравится этот цвет кофточку я уже связала детскую буду вязать что-то детское хотела связать плед не стала ой 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 кофточка получилась очень хорошая вы ее можете посмотреть так что буду вязать дальше тоже буду вам показывать потихонечку так ну и конечно вот это я из вот этой красоты вяжу сарафанчик который я вам показывала уже попозже его еще раз покажу красивый сарафан недавно последнем видео о работах законченных я вам показывала вот это бэби значит синий бэби вот синий цвет и желтый у меня был три цвета всем советую пряжа просто замечательно девочки она мне очень очень нравится так что буду вязать еще довязывать сарафанчик то же самое я уже говорила о ней не буду опять повторяться так ой 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 и только сейчас я вам показала эту пряжу вот еще зеленый цвет вот муза да танкорунная шерсть зелен и я вам покажу тоже вот цвет посмотрите какой цвет это нечто и вот я вам показываю то же самое здесь состав не буду вам показать я покажу вам color чтобы вдруг кто-нибудь закажет это color city напоминаю и я начала вязать детский кардиган ну на продажу да вот уже сколько я связала очень красивый кардиган с росточком и значит здесь у меня есть регланчик рукавчики уже пошла вот тут вниз пряжа тонкая посмотрите как тоненько смотрите у меня здесь спицы два с половиной номер очень тонко очень долго вяжется но я люблю не знаю почему у меня как бы ну чем тоньше пряжа тем больше мне нравится как она выходит вот это вот гладь ровная красивая да здесь я просто булавочки заколола чтобы было удобно смотреть чтобы я показал смотрите какой цвет обалденный зеленый цвет я же говорю у меня такая цветотерапия была от этой пряжи и качество идеально стирается ничего не делается девочки шикарная пряжа всем советую тоже здесь у меня значит с подрезами и я хотела распустить видите спицы сняла и тут сняла и тут сняла и тут сняла нет здесь у меня эти другая пряжа вот здесь сняла спицы все уже я передумала не хочу вязать детский хочу что-то одно полноценное взрослое изделие чтобы мне хватило потому что детский кардиганчик конечно это хорошо да но останется пряжа и не туда и не сюда в общем одним словом когда я это все дело распущу вот тогда я и покажу вам вот что я буду вязать дальше но это конечно не быстро идей очень много постепенно никто меня не торопит вот такая пряжа у меня еще есть так ну вот остатки ну как остатки получается у меня три мотка да вот это 100% акрил но пряжа вообще шикарная я ее очень обожаю вот три моточка у меня осталось да вот здесь я решила вам тут же их прям показать и вот у меня такая пряжа их 10 мотков да вы все знаете что пихорка детская новинка по 10 штук вот у меня осталась розовая и девочки остался вот такой цвет мяты здесь вот я из двух моточков в две нити я здесь вязала быстренько пинетки связала вот и остаток пинеточки меня просили на маленького рожденного я связала вот и все практически у меня ну если девять наверное вот это один будет вместе пол мотка ушло 10 мотков 9 мотков мята и 10 розовый и давайте я вам покажу номерочек значит здесь 50 грамм 200 метров это 100 процентов акрил высокообъемный детская серия детская новинка и вот пожалуйста называется новинка весна но цвет мята весна 171 вот я не знаю мне нравится пряжа но я связала и я вязала и из такой пряжи вязал кофточку на продажу вязала кофточку на продажу тоже можете посмотреть она у меня как бы есть здесь зеленый цвет тоже вот в этом плейлисте нового такой зимнюю с новогодними пуговичками как просила девочка на заказ вот и сейчас покажу вам еще вот этот цвет значит этот цвет азалия 324 а это весна 171 вдруг кому-то это понадобится неплохая пряжа не знаю я стараюсь понимать каждую пряжу и как она сидит и мне кажется что любая пряжа хороша самое главное знать что вязать кому ведь есть еще аллергичные люди которые шерсть или полушерсть или какие-то другие добавки не подходят поэтому производители выпускает и вот такую и те которые люди аллергичны они рады этому на мой взгляд нужно так как бы говорить так девочки она нам буду заканчивать потом я еще обязательно покажу буду закругляться потому что время уже идет много я много очень вам показала вот еще покажу вот эту пряжу и закончу я вот показывала вам альпака роял бордовая синяя в прошлых и вот еще есть такого цвета а цвет я вам сейчас скажу ну 30 здесь получается 55 акрил 30 процентов альпака ну уже я уже рассказывала 15 шерсть вот такой вот номерочек вот девочки вот так вот такая пряжа мягенькая хорошая пряжа здесь я начала кардиган тоже хотела связать кардиган чтобы он у меня был на даче вот он тоже связала здесь извините росток вот тут у меня есть он вот регланная линия но пока передумала попробовала получается красиво но пока передумала вот и на этом девчульки я хочу закончить потому что видео огромное получится длинное много времени уйдет лучше поменьше чтобы вам было приятнее смотреть я была очень рада поделиться с вами еще третьей частью вся моя пряжа так называется называются эти видео плюс еще я показываю изделия связанные из этой пряжи или не довязанные да все вместе в купе так мне кажется интереснее те изделия которые остались я вам их показываю девочки удачи вам мои дорогие рукодельницы вязальщицы и мальчики тоже те кто вяжет удачи во всем желаю вам как всегда много пряжи потому что для вязальщиц для творческих людей когда много это хорошо есть выбор и даже если вы не вяжете из всех сразу вы можете это цветотерапия для глаза вы можете потрогать успокоиться меня понимают сейчас только те кто вяжет вот только с эти кто не вяжет кто не любит вязать конечно же этих ощущений чувств не понимает они просто всегда говорят куда столько пряжи ну а мы-то знаем что у нас среди вязальщик много пряжи не бывает правда вот так что вперед девочки не отказывайте себе ни в чем нам не нужны золото машины острова нам нужно много пряжи и тогда мы спокойны и довольны правда правда мои хорошие я уверена что вы сейчас кивнули головой всех обнимаю всех целую спасибо что вы со мной спасибо что смотрите мои видео я буду рада тоже вам их дальше показывать и следующий раз я все-таки посмотрю соберу что еще осталось из пряжи из вот такой потому что ящик у меня все вот стоят и плюс у меня еще есть два мешка кавказской пряжи и вот наверное еще одно такое видео сделаю но я посмотрю у меня сейчас еще видео рецепт готовится печенье для вас вкуснейшие и посмотрю может быть утром одно видео вечером другое видео хочу показать вам вот кардиганы вот кардиган сиреневого такого цвета как я вижу узор и хочу просто такое видео снять просто сесть показать такой мастер-класс все обнимаю целую до новых встреч как всегда были на канале в гостях у Елены в моем плейлисте рукодели дорогие друзья и сегодня я делилась вами тем богатством которое у меня есть оно мне греет душу пока пока до новых встреч 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 до новых встреч